Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Дорога к храму». Мы ее ведущие, священник Максим Гортинский. И священник Павел Крысонов. Начнем нашу традиционную рубрику «Как быть?», где мы озвучиваем разные тезисы. И вот сегодня будет интересный тезис «Как быть с тем, что в православии женщина меньше, чем мужчина?». Вот интересный вопрос. И действительно, понятно, откуда такое мнение берется, потому что в православной церкви женщина не может быть священником. Да и апостол Павел сказал, что женщина в церкви домолчит. Это все есть. Но интересно узнать понятие, с чем это связано. С тем ли, что женщина хуже мужчины или меньше его? Ну вот, да. Но будем разбираться. И сразу приходит на ум, вообще-то говоря, что есть в православии одна женщина, совершенно точно, которая считается не то, что даже выше мужчин и апостолов, но и выше всех ангелов. Ты имеешь в виду Богородица? Совершенно верно. Пресвятая Богородица, которая считается выше ангелов, честнейший Херувим, она женщина. Ну, надо разобраться в этом всем, да, при том, что в Новом Завете все-таки Богородица не совершает Евхаристию, да, она не служит как апостолы, не совершает литургии. Но при этом она выше всех. Выше всех, да. Очень интересно. Вообще, в Новом Завете женщина очень интересно обозначается, да, то есть в общине учеников Христа женщины занимали очень важное место, то есть они везде с ними, с учениками, с апостолами перемещались, сказано, что помогали им, служили им. И вообще-то это контрастировало очень сильно с иудейским обществом. С традицией, да, иудейской. Да, потому что в тогдашнем обществе женщина из дома-то могла выходить исключительно по каким-то домашним делам. И учиться наравне с мужчинами, религиозным каким-то вещам ей не следовало. Вот муж научится, придет и расскажет. А еще эти женщины стали первыми свидетелями воскресения Христова. Мы их называем женами-мироносицами. Да, недавно их память праздновалась, что считается таким православным женским днем и небезосновательно. Кстати, мужчины, знаете об этом, да. Поздравьте, не забудьте. То есть получается, что мы вспомнили и Богородицу, и жен-мироносиц, и получается, что на самом-то деле христианство, оно женщину возвысило на фоне вообще всей человеческой истории. Получается так. Возвысить-то возвысило, а как же быть с тем, что женщины не могут быть священниками? Очень интересный вопрос. Но, наверное, это исходя просто из человеколюбия, из доброго отношения к женщине. Потому что мы же не станем из женщин делать солдат, грузчиков. А священник – это такое довольно трудное служение, в каком-то смысле мужская профессия, так же, как и солдат, что-то такое непростое. И зачем же бедных женщин обременять? Ведь женщины... Ведь женщины от Бога задуманы как? Как матери. Да. Те, кто рожает детей. И состояние, кстати, я часто привожу пример, что беременная женщина не может пойти и служить. В принципе, как ей служить? Там сил-то нет у бедной. А если рожать сейчас? А если призовут к умирающему? Да. Вот батюшка в 3 часа ночи проснулся, все бросил и поехал к умирающему. Соборовать его, причащать. А как это сделать? У женщины другое служение. Человечеству и Богу. То есть она есть на своем месте, находится на своем месте. Да, и вот уж как раз-таки мамой ни один мужчина стать не сможет. И даже священник. Даже священник, да. Поэтому женщина, она другая, но она никак не меньше. А в чем-то даже, может быть, и выше. Вот такое отношение к женщине в православии. Такая беседа получилась, дорогие друзья. Дорогие друзья, вашему вниманию рубрика «Пять фактов». В данном случае пять фактов о женах-мироносице. Факт первый. В Евангелиях есть разночтение относительности численности жен-мироносица. Церковная традиция усвоила звание мироносец семи или восьми ученицам Христа. У Матфея упоминается только Мария Магдалина и другая Мария. Марк упоминает Марию Магдалину, Марию Яковлю и Соломию. Лука – Марию Магдалину, Иоанну – Марию, мать Якова. И других с ними. Иоанн сообщает, что дважды приходила ко гробу только Мария Магдалина. Факт номер два. Кто же они, жены-мироносицы? Мария Магдалина потрудилась в проповеди Христа, за что ее именуют равноапостольной. В преклонном возрасте она приставилась в городе Эфесе и была погребена святым апостолом Иоанном Богословом. В 886 году при императоре Эльве Премудром ее мощи были торжественно перенесены в Константинопольский монастырь святого Лазаря. Другие жены-мироносицы – Мария Клеопова, тетя Христа, жена Клеопы, младшего брата Иосифа Обручника. Мария Иаковлева, младшая дочь Иосифа Обручника, ближайшая подруга Богородицы. Ее сын Иаков входил в число апостолов. Марфа и Мария, сестры Лазаря, четверодневного. Соломия, жена рыбака Завидея и мать апостола Иакова Иоанна Богослова. Сусанна, о ней ничего не известно. Иоанна, жена Хузы, домоправителя при дворе правителя Галилеи Ирода Антипы. Именно она несла основные расходы апостольской общины. После убийства Иоанна Предтечи тайно отрыла голову из отхожего места, положила ее в глиняный сосуд и погребла на горе Елеонской в одной из поместьй Ирода. Факт третий. Евангелисты не упоминают среди участвовавших в погребении Христа Богородицу. Однако святые отцы признавали ее присутствие. Некоторые толкователи считают, что Мария Яковлева или другая Мария это и есть мать Христа. Но даже если Богородица и не была среди мироносец, она все равно считается первой, кто получил весть о воскресении сына. Согласно преданиям, ангел явился ей лично и рассказал о воскресении. Факт номер четыре. Самое раннее из изображений жен мироносец находится в Сирии 232 год. Жены изображены на фреске, идущими к закрытому гробу. У них в руках сосуды с маслом и горящие факелы. Над гробом две звезды, символизирующие ангелов. На фреске из Александрии вторая половина пятого века появилось изображение бескрылого ангела, сидящего перед гробом. Этот образ получил название явление ангела женам мироносецам. Факт пятый. Тема жен мироносец популярна у художников прошлого. Вот некоторые известные полотна. Жены мироносец могила Христа Франческа Албани. Явление ангела женам мироносец Яна Иван Эйко. Не прикасайся ко мне Яна Брегеля младшего. Явление Христа Марии Магдалине после воскресения Александра Иванова. Утро воскресения Михаила Нестерова. Возвестила я радость плачущим Василия Поленова. Дорогие друзья, сегодня в рубрике «Непридумные истории» заслуженный артист России Владимир Капустин. Добрый день. Это известнейший актер, который играл во множестве картин известных, как «Аритмия», фильм «Мы знаем» известный такой, потом сериал «Завещание Ленина». Главная роль там, которая, говорят, критики принесла огромный успех и знаменитость. После этого даже номинировался на «Золотого орла». «Монах и бесы», кстати, участвовали. Что-то близкое такое к нам. Связанное с церковью, с монастырем и с игрой там, по-моему, «Иродиаком», да? Да-да-да. Играешь. Там немножко, конечно, подсократили, снимали больше. Материал был такой. Фильм динамичный, поэтому все, то, что не касается динамики, все было вырезано. Все вырезано. Да, там был кусок службы именно вот, когда я там ходил, ходил по храму. Вот это вырезали. Ну, как понравилось быть динамичным? Да, очень, да. Я так ответственно подошел к этому. Я как раз был новоначальный практически, да. Мне все это очень интересовало прямо в корне своего основания. Поэтому, да, мы ездили в храм, батюшка нам рассказывал все, всех ребят собирали, актеров, которые были в этой истории, да. И он рассказывал нам, как правильно надо себя вести. И вот кадилы меня учили. Кадилы махать это мне очень нравилось. Большой сериал про Андрея Боголюбского, вот, там мне как раз вот утвердили на роль священника. Владимир является прихожанем нашего храма, вот, нам помогает алтарничать, читает, часы читает, участвует в богослужении. Вот, конечно, когда может, там, что у него съемок много, приходится мы туда-сюда, но, тем не менее, преодолевая большую, большую дорогу, длинную, долгую, приезжает к нам, к чему мы очень рады. Да, к чему я тоже радуюсь. Это взаимно. Ну, вот, в нашей рубрике, как раз сегодня рубрика «Непридуманная история», вот, по-моему, с монахом и бесом, да, связано, вот это было? Да, у меня должны были съемки быть в «Монахе и бесе», снимали в Кирилло-Белозерском монастыре, вот, чтобы туда попасть, нужно на поезде проехать, до Вологды, по-моему, да. Так вот, ну, у меня накануне состоялись пробы в Санкт-Петербурге, это сейчас актеры самопробы записывают, дома могут записывать, там, на улице, а раньше надо было обязательно прийти к режиссеру, попробоваться, и вот я в Питер поехал на пробы, вот, днем попробовался, все нормально, записали пробы, у меня какое-то было время еще количество до поезда, я спокойно так прогулялся по Невскому, я очень люблю всегда по Невскому гулять, потому что, сейчас, весь другой Питер меня как-то немножко пугает, ну, а Невскому нравится. Я вот по Невскому, прихожу на московский вокзал, за 20 минут до отправления поезда, смотрю на табло, и вижу, что моего поезда номера нет, и нет вообще этого поезда, и у меня, ну, я представляю, как все со мной там происходит, внутренне, я растерянный, разворачиваюсь, иду опять к вокзалу, и вот, это невероятно, я сейчас это когда отслеживаю, стоит человек, он, видимо, охранник, или кто там вот, когда вот вещи проверяют, вот, и он курит, и смотрит на меня, и говорит, Володя, что у вас случилось? Я говорю, да представляете, я, видимо, не знаю, поезда моего нет, так вы, наверное, не на тот вокзал приехали, вы куда едете? Я говорю, вот туда. Он говорит, так это вам на другой вокзал надо, стойте. Он тут же берет телефонную трубку, звонит, алло, говорит с человеком, говорит, все, отлично, он бежит к нам навстречу, пойдемте, и мы какими-то дворами, закоулками побежали с ним. Действительно, навстречу нам подбегает человек, таксист, бьет меня, мы бежим с ним, к его такси тоже дворами, садимся, едем, попадаем в пробки, он пытается их объехать, и он мне говорит, вы, говорит, мне заплатите в том случае, если успеете, если не успеете, то все, тогда не платите за такси. Я говорю, хорошо, договорились. Так мы приезжаем, на вокзал поднимаемся, как-то на такси заезжаешь наверх, выбегаем с ним, он меня сажает в поезд, я ему даю деньги, и поезд отправляется. Идеально. Да, это идеально у меня. И я так, у меня такое впечатление, я, конечно, это было бы, конечно, не очень хорошо и красиво с моей стороны, что я опоздал бы на съемки, и не смог бы никаким другим путем туда попасть, вот, поэтому, Николай Николаевич, дострель бы, не понял бы меня, поэтому я очень переживал, что Господь все устроил. Господь все устроил, да. Я, к счастью, еще один в купе ехал, я давай молиться, Акафис, там все, что можно было. Ты ощущаешь себя целостным вот в актерстве своем? Или ты сейчас такой, может быть, или все-таки ты актерство, вот оно в тебе, оно внутри. Да, со временем все проходит, эта вот острота, ну, какая острота, она именно представление, то есть для меня актерская жизнь моя, она уже, ну, как, она не так важна мне, для меня важна другая моя суть, вот, то, что духовная часть моей жизни, она больше, ну, без этого я жить не могу, это как бы, вот, так скажем, заработок мой, это единственное, что я так хорошо умею делать, вот, поэтому, но мне не хватает актерства, конечно, потому что мне кажется, что есть более важные, интересные темы в жизни, да, вот они мне важнее, да, но тем не менее, наверное, через актерство можно все, все темы любые, выразить, проговорить, ну, да, не, я вообще рад, что я актер, да, что вот, у меня такая профессия замечательная, да, что я вот, и она как-то дает и человеческую свободу, ну, в рамках, я, конечно, да, ну, да, да, не в расслабленности, в том, что я могу себе позволить, да, именно вот, да, и в общении, и к людям по отношению, ну, это, кстати, когда Монах и Бе снимали в монастыре, там, как вам, Кирилл Белозерский, да, Кирилл Белозерский, прикоснулись, когда, в принципе, к святыне, да, к старому, к месту древнему, где молитва творится, да, вот у вас какие впечатления, как там, вот, мне все это так, мне процессы, мне вообще, я скажу честно, признаюсь, мне с Николаем Николаевичем Достолем любой процесс съемочный, у меня всегда, я был в восторге, да, и когда он, и он меня практически в каждый свой проект потом брал, вот, ну, я там небольшие уже эпизодики играл, ну, неважно, главное, что вот я с ним работал, и это, конечно, для меня всегда было большой радостью, а тут, тем более, что я еще и новоначальный, еще и в монастыре, еще и играю монаха, кирпичик в построении веры, да, для меня это очень можно было, я даже там в фильме, я, конечно, так распеваю, там, когда читаю это вот, житие святых, но, тем не менее, вот распеваю, немножко это кутрировало, вот, ну, как-то мне хотелось, вот, почему-то мне так хотелось именно исполнить, да, так попроще, конечно, читают тогда, что бы вы сказали Богу, если бы вот сейчас с ним встретились? Я бы просто, наверное, если бы можно было, обнял бы его, да. Ну, дорогие друзья, мы прощаемся на этих радостных словах, вот, с нами был заслуженный артист России Владимир Капустин, до новых встреч, спасибо. Дорогие друзья, с вами была программа «Дорога к храму», и мы ее ведущие, священник Максим Гортинский и священник Павел Крысанов. Прощаемся с вами, до новых встреч. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин